Как всегда, начнем с победителей конкурсов. В обновлении 1.4.82 победил Теодор Феодор. Порадуемся за победителя и не забываем участвовать в следующем конкурсе. Надо всего лишь быть подписанным на мой канал и канал Голос Зверько. Оставить осмысленный комментарий под этим видео и поделиться видео с друзьями. Победителя я выберу случайно среди комментариев, и он получит призы ценностью в 600 алмазов. Удачи в конкурсе! Мур, привет друг, это Зверько и обновление 1.4.84. Извиняюсь за голос, я чуть-чуть простыл. 8 июня будет доступен облик на эстаса. Тропический дракон. Хоть я и не играю на эстасе, но эта группа обликов охотников на драконов мне очень понравилась. И я их, наверное, соберу всех. 5 июня. В коробке удачи можно будет получить облик на Чан-Э, Лунная магия. Хоть кто-то меня спонсирует, не бухти. Изменения героев. Халид. Персонаж на тестовом сервере. Первый навык. Теперь максимальное количество применений 3 вместо 5. Бонус физической атаки увеличили с 60% до 80%. Прирост урона для следующего удара был 25%, будет 50%. Уменьшили перезарядку. Было 6,5-4 секунды. Будет 5,5-4 секунды. Урон по миньонам уменьшается в половину. Переработка имбового навыка была очевидна любому, кто смотрел мой обзор. Второй навык. Изменили расчет исцеления. Покажу на экране. Ульта. Оглушение теперь ровно 1 секунда. Увеличили физический бонус волны. Был 80%, будет 120%. О чем не написали, но что видно на тесте. Обрезали расстояние ульты. И сильно. Жаль, было прикольно врываться на гребне волны. Бенедетта. Персонаж на тестовом сервере. Базовая физическая атака уменьшена на 15 единиц. Прирост атаки уменьшен на 2 единицы. Базовое здоровье увеличено на 100. Прирост здоровья увеличен на 20. Базовая скорость бега уменьшена на 5. Пассивка. В прошлом обновлении ей прикрутили исцеление, но со штрафами при исцелении от миньонов и крипов. Ранее скрипов исцелялось лишь на 40%, теперь будет 20%. Второй навык. Длительность парирования увеличили с 0,5 до 0,8 секунды. Я бы увеличил банально до 1 секунды ровно, поскольку пинга не сильная сторона нашей игры. Чонг. Если не ошибаюсь, выйдет следующим на основной сервер. Пассивка. Бонусный магический вампиризм уменьшен с 25% до 20%. Первый навык. Убрали вампиризм с навыка, и очень зря на мой взгляд. Второй навык. Уменьшили базовый урон заряженной автоатаки. Было 180, 360. Будет 108, 216. Форма черного дракона. Уменьшили бонус к хп. Покажу на экране. Эти тире показывают рост с уровнем, а не минус. Базовый урон уменьшен с 300, 540 до 200, 360. Чуть сократили длительность отталкивания. Было 0,4, будет 0,3 секунды. Кстати, ты мог заметить, у Чонга много какие навыки используют экстра физическую атаку вместо тотал физ атаки. Так вот, общая физическая атака – это значение, отображаемое на панели статистики героя. То есть сумма, включающая врожденную атаку героя. А экстра физическая атака – это то, что показано зелеными цифрами со значением плюс. То есть навык учитывает в бонусе эмблемы, предметы и так далее, но не всю силу. Теперь реворкнутые герои. Ли Сун Сина наконец-то перерисовали и изменили анимацию пика. Ульта. Увеличили бонус физической атаки с 30% до 50%. Мия. Второй навык – убрали обездвиживание от дебафа Мун Эклипс, но добавили урона. Теперь это заряд стрелок, как был в начале реворка. Если попасть точно по противнику, накинешь рут. А если рядом, то только замедление. Алукарт. Первый навык. Уменьшили базовый урон с 200-325 до 200-300. Экстра физическую атаку бонус уменьшили с 120 до 110%. И уменьшили время КД с 9,6,5 до 8,6 секунд ровно. Второй навык. Изменили базовый урон. Было 210-360, будет 220-320. Уменьшили экстра физ бонус со 140 до 120%. Также уменьшили перезарядку с 5 до 4 секунд ровно. Зелонг. Ульта. Увеличили бонус к скорости. Было 30-50%, будет 45-75%. Пассивка. Общий урон заряженной атаки уменьшен со 180% до 165%. Ослабили исцеление с 60 до 55%. На этом реворкнутые герои закончились. Дальше стандартные. Линг. Второй навык. Увеличили урон. Был 165-265, будет 190-265. Ульта. Уменьшили перезарядку. Было 50-40 секунд. Будет 42 и 36 секунд на последнем уровне. Вот это хороший подгон лингу. Ло-и. Пассивка. Урон от взрыва притягивания увеличили на 14%. Первый навык. Увеличили базовый урон на 20 для всех уровней. Расстояние навыка увеличили на 20%. Это примерно два корпуса. Вот чего и действительно не хватало, так это расстояние навыка. И стоит поправить прицеливание ультой. А то столько глюков с ним. Опа, Бальмант. Апают второй раз подряд. Первому навыку добавили расстояние прыжка на 50%. Правда, все равно не сказать, что далеко прыгает. Джонсон. Прирост здоровья уменьшен. Был 255, будет 235. Гататкача. Пассивка. Заряженная атака теперь имеет магический урон, а не физический. Урон растет с уровнем. Теперь все навыки Гатата наносят магический урон. Маша. Реген энергии в секунду увеличен. Был 3, будет 4 единицы. Иксборг. Второй навык. Увеличили перезарядку с 11,7,5 до 12,9 секунд ровно. Другие изменения. Эмблемы танка. Третий переработанный перк. Экстра урон теперь 7% от максимальных хп, вместо 5%. А базовый урон уменьшили со 150 до 125. Теперь маска мужества и теневая маска отображают радиус действия при применении. Вот давно надо было сделать это. Дополнительные навыки. Отомщение. Увеличили уменьшение входящего урона с 30% до 45%, но увеличили перезарядку с 70 до 75 секунд. Огненный выстрел. Исправили проблему, когда ульта Харли учитывала урон от вошедшего огненного выстрела. Исправили описание Люнакс. Оптимизировали анимации Фарамису. Ульт Харли теперь наносит соответствующий урон по волку Куппе. На этом все. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать подробную информацию по игре. И не забудь прожать колокольчик. Заходи на второй канал Голос Зверько. Скоро там выйдет новое видео. Комментируй и ставь свою замечательную лапку. Удачи, друг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok